Дорогие друзья, здравствуйте. Недвижимость Турции, тема нашего сегодняшнего вебинара, это, с одной стороны, вроде как направление всегда сверхпопулярное, то есть занимающее у русскоязычных покупателей особое место. С другой стороны, мы видим, что очевидный спад интереса, особенно если сравнивать с, скажем, концом 22-го, начале 23-го года. И понятно почему. Но для многих Турции интересна, например, она интересна сейчас для многих, кто уже владеет там недвижимостью, а что же будет дальше. Во-вторых, турецкая программа гражданства, она по-прежнему является, если не безальтернативной, то, по крайней мере, очень и очень крутой и востребованной. И, наконец, третья история, это курортные достоинства Турции, которые никуда не делись, которые по-прежнему очень велики, и как курортное направление Турции имеет очень мало конкурентов. Сегодня мы как раз будем обсуждать рынок недвижимости этой страны, будем обсуждать его с главным операционным директором компании «Соланд» Ксенией Грищенко. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. И с Инной Батониной, менеджером по развитию «Соланд». Инна, здравствуйте. Если я правильно понимаю, вы, Инна, находитесь сейчас просто в Стамбуле, да? Или вы сейчас… Так вас слышно, не слышно? Не слышу Инну тоже. Давайте пока технически проверяется звук. Я скажу, что, да, Инна находится в Стамбуле, я нахожусь в Дубае. Наша компания… Давайте, может быть, откроем… Да, презентация включена, с удовольствием, и как раз о компании, и о том, что вы представляете на рынке. Да, наша компания «Соланд» предоставляет услуги по инвестиционной иммиграции, по инвестициям в зарубежную недвижимость. Также мы предоставляем услуги по открытию компании, счетов дополнительные, такие как служба одного окна по вопросам wealth management. Основная наша специализация исторически была инвестиционная иммиграция, потому что мы, получив опыт, проработав практически во многих крупных компаниях на российском и зарубежном рынке, мы поняли, что хотели бы объединить вот этот полученный опыт со своим собственным видением, и открыли нашу компанию «Соланд». Наш хэдоофис находится в Дубае, при этом мы, естественно, имеем офис в Москве, потому что часть команды русскоязычная и русскоязычный рынок наш большой, большая часть нашего бизнеса. Также у нас есть офис в Стамбуле, Инна как раз его представляет, и офис в Черногории. Соответственно, мы... Расскажу немножко про то, как появился наш офис в Стамбуле, и почему мы чувствуем свою экспертизу, почему мы любим именно Турцию. Несмотря на то, что еще до всех изменений, когда российские клиенты лишились доступа к многим программам инвестиционной миграции, Турция все равно пользовалась спросом для определенного сегмента аудитории, кто исторически Турцию любит, кто так или иначе хотел покупать недвижимость и заодно делал паспорт в Турции. Ну, то есть такая была программа. Мы всегда занимались Турцией, в принципе, через партнеров, потому что паспорт Турции требует покупки недвижимости на открытом рынке. Рынок недвижимости очень объемный, поэтому, особо не погружаясь, мы работали через местное агентство недвижимости. И когда в какой-то момент мы самостоятельно оказались в Турции, переехали туда, мы посмотрели на всю эту историю другими глазами. И, конечно, это позволило нам почувствовать специфику и научиться взаимодействовать вот с этим особым турецким менталитетом. И сейчас наше отношение к программе Турции, оно особенное. Несмотря на то, что у них есть такая привычка внедрять какие-то новые правила, трактовки вчерашним числом практически, и к этому нужно быть готовым. То есть там есть много специфик, которые в европейских рынках, например, мы не готовы. Если мы понимаем, Португалия анонсировала изменения, у нас еще там практически год, допустим, есть. В Турции такого может не быть. Слух пошел, возможно, уже поздно. То есть здесь к этому тоже нужно быть готовыми. Но при этом я понимаю, что очень много тонкостей, которые могут зависеть просто от качественного юриста, от того, что ты вовремя до какого-то из органов дошел. И вот с момента того, как мы впервые оказались, переехали в Турцию, это прошло больше двух лет, и программа изменилась, наверное, раз в 5-6. В большей или меньшей степени. То есть не только порог входа поднимался, а менялись правила оценки, да, вот об этом мы будем говорить. И, конечно, для многих наших партнеров, даже из России, было комфортно иметь нашу команду в Турции, потому что мы наконец-то могли с нашими партнерами разговаривать на одном языке. И они понимали, какой сервис, мы понимали, какой сервис они хотят для своих клиентов. И мы не можем людям, с которыми мы работали в одной компании, говорить, как вот любят турки, да, да, конечно, да, да, ой, забыл что-то еще. То есть мы понимали все равно, что они хотят услышать и какого качества сервисы, услуги должны быть оказаны. Если есть какие-то слепые пятна, тогда нужно, соответственно, предпринимать там все усилия, чтобы их делать видимыми. Вот, поэтому, поэтому про Турцию... То есть Турция для вас такая родная, родная, можно сказать. Я, Вера, Инна, давайте еще раз проверим, все ли у вас порядка. Да, давайте проверим. Надеюсь, меня сейчас слышно. Да, все, слышно, слышно. Знаете, я с чего бы хотел начать. Тут история про Турцию сейчас, в общем, надо, ну, во-первых, безусловно говорить о фактах, но есть еще очень большая эмоциональная составляющая. О стране вроде как знают много, но вот ваш взгляд, Инна, ваш, Ксения, ваш, а зачем сейчас нужно покупать в Турции? Что Турция как страна может дать покупателю? Пожалуйста. Это, на самом деле, вопрос, который может быть такой конвой всего нашего вебинара, потому что из основных целей, по мнению очень многих, и экспертов, и обывателей Турции сейчас просто не подходит. Ваш взгляд какой? Да, в рамках нас, да, как иностранные граждане, естественно, нас интересует в первую очередь иммиграционная программа. Это альтернативный статус, который до сих пор действует, можно получить, подавать заявки граждан Российской Федерации, Украины и других национальностей. Также, если мы смотрим в разрезе инвестиционной привлекательности, да, это не спекулятивный рынок, мы об этом чуть позже поговорим, посмотрим тенденции, какое текущее состояние рынка. Мы не говорим, что вы купили, через 2-3-6 месяцев вы выйдете с большой капитализацией. Это не про это, в рамках коротких спекуляций рынок Турции не подходит, но при этом он остается действительно интересным, большое количество населения, здесь развивает локальный спрос, и при выборе правильного объекта здесь можно и хорошо заработать, получать системный доход, но и также, конечно, многие выбирают для себя. То есть Турция огромная, предлагает различные типы объектов недвижимости в разных локациях, можно выбрать дома моря, можно мегаполис Стамбул. То есть здесь ряд преимуществ, как и в разрезе иммиграционной программы, так и для покупки недвижимости. Да, еще тоже от тебя хотела добавить, что исторически Турция близка российскому гражданину, то есть всегда все ездили отдыхать в Турцию и знакомы с этим направлением, и сами турки достаточно дружественно относятся к россиянам, то есть даже и с технической точки зрения, что касается конкретных списков дружественных, недружественных стран, так и ментально все ждут русских экспатов, русских туристов в самой стране. Плюс есть прямое авиасообщение в разные регионы Турции, это тоже на сегодняшний день очень важно, и при выборе направления, и при возможности каком-то там план Б, еще что-то, всегда первые рейсы, все были, это вот Стамбул, всегда можно улететь из многих городов России, это тоже удобно. И следующий момент, если мы будем сравнивать вопрос альтернативного гражданства. По факту, конечно, турецкий паспорт, он хуже был всегда, чем карибский паспорт, например, по списку безвизовых стран. Но при этом, еще даже в те времена, когда карибы работали, все равно у турецкого паспорта были свои клиенты. Например, когда есть карибский паспорт и открывается компания на этот паспорт, все равно мы понимаем, что за ним, за Санки Ценевисом кто-то еще стоит. А если бенефицар компании турок, но чаще всего вопрос даже не возникнет. Ну, турок и турок, да, то есть он больше, как бы, ну, как бы, меньше вызывает вопросов, меньше похож на второй паспорт. Вот, это такой момент. И помимо безвизовых всех историй, которые спорные, да, и понятно, что нужно там, может быть, дополнять турецкий паспорт каким-нибудь ВНЖ, например, к тому же ВНЖ Венгрии, Турция может открыть путь. Но для проведения бизнеса, для открытия счетов турецкий паспорт может быть очень даже полезным. Плюс, как Инна сказала, Турция действительно большая, действительно можно там пересидеть, там, ну, или в какое-то время, временной постоянной релокации, она подойдет. И там каждый может для тебя найти место, и либо это Стамбул, либо это Средиземноморское побережье Анталия-Ланья, либо Игейское море, о котором мы тоже сегодня будем говорить, наша любимая часть Турции, это Бодрум. Да, о Бодруме я забыл сказать в самом начале, что мы отдельно будем сегодня делать акцент на двух регионах Турции, это на Стамбуле и на Бодруме, ну, просто потому что наши эксперты, компания Солант, она специализируется в первую очередь на них. Ну, и причина, почему именно эти регионы интересные, мы тоже, безусловно, поднимем. Давайте рассмотрим два момента. Мы можем, если у вас в презентации эти моменты есть, они, ну, мы просто их покажем. Если нет, давайте просто на словах проговорим. Есть два закона, которые в Турции были приняты за последние полгода, которые очень сильно изменили отношения и взгляд на то, а для чего Турция годится, для чего Турция не годится. Давайте начнем с инвестиционной истории, закона краткосрочной аренды. Во-первых, ваш опыт, что показывает, как эта штука сейчас работает? То есть там был переходный период вроде около месяца первого, но потом он вроде заработал. Кто-то говорит, что, ну, законы там начали жестко соблюдать, и действительно есть проблемы. Кто-то говорит, что, да нет, наш комплекс уже решил, получил туристическую лицензию. В двух словах об этом, как к этому относиться и, ну, как действует в такой ситуации? Пожалуйста. Да, с 1 января, да, я скажу, действительно был введен закон, с 1 января 2024 года. Закон определил процедуры и принципы сдачи в аренду жилья физическим и юридическим лицам в туристических целях. Первое, да, что мы подразумеваем под краткосрочной арендой. Значит, это срок сдачи до 100 дней. То, что выше 3 месяцев, 101 день, это уже считается долгосрочной арендой. В законе, на самом деле, очень, Филипп, много пунктов, да, и на самом деле вопросов больше, чем ответов. По-прежнему, да? Да, по-прежнему, потому что сейчас большое количество объектов подаются на получение лицензии, разрешений, и все это познается на практике. Основное, что нужно, да, понимать, что на сегодняшний день теперь сдавать недвижимость на краткосрочный срок необходимо получать специальное разрешение лицензию от Министерства культуры и туризма. Сейчас в Анталии, в Алане очень много идет проверок, да, это курортная часть, где преимущественно там сдача в аренду, в краткосрочную аренду, и это действительно еженедельно проводятся проверки, то есть штрафы высокие, мы тоже можем их озвучить, это не скрытая информация, поэтому нужно быть предельно... Отмучьте, это действительно интересно, потому что, насколько я помню, в законе же четкой цифры не было, там какой-то диапазон, а что по факту? И кого штрафуют, я не понимаю, штрафуют собственника или штрафуют человека, который живет в съемном жилье, не имея на то, ну, как бы, аренду? Все лежит на арендодателе, да, штрафуют собственника, если он сдает недвижимость без определенного разрешения. Значит, если собственник сдает эту квартиру без разрешения, первоначальный административный штраф составит 100 тысяч лир, это порядка 3200 долларов, да, если мы сейчас переводим. Если собственник не получает в течение 15 дней это разрешение и продолжает сдавать, то штраф уже составит 500 тысяч лир. Но за 15 дней, сейчас на практике мы видим, что многие объекты подались на эту лицензию, и этот срок составляет больше 3-4 недель. Поэтому в такие рамки, в 15-дневный срок уложиться очень сложно, но, наверное, невозможно. Поэтому мы рекомендуем даже не допускать получения первого административного штрафа. Именно, вот вы просто сказали, у меня сразу куча вопросов возникла по ходу, давайте я вас на этот счет помучаю. Правильно ли я понял вас, в связи с того, что вы сказали, что уже есть примеры, когда комплексы получали лицензии, и это занимает примерно 3-4 недели? Да, все верно. Правильно ли я понимаю, что это вот как раз те случаи, когда каким-то невероятным способом все собственники конкретного жилья, ну, или юнитов в конкретном жилье, говорят, окей, мы согласны сдавать? Да, да. Значит, здесь важно отметить, что если объект не имеет определенной этой лицензии на текущий момент, и он там отельной концепции, либо, наоборот, для именно стратегии сдачи в краткосрочную аренду, то необходимо получить стопроцентное разрешение, нотариально заверенное от всех собственников, то есть 100%. Если этого согласия не достигнут, то здесь, по сути, без вариантов, здесь очень сложно и нужно достигать. Очень много, да, людей не поживут, кто-то поменял номера, кто-то уехал, и это обязательное условие, которое, по сути, ну, стопорит весь процесс для многих. Поэтому здесь преимущественно бутиковые такие мини-комплексы, где, по сути, не требуется там большое вовлечение в получение этого разрешения, и, наверное, достигнутый согласие будет более просто, потому что не так много собственников, да, мы не говорим про 30-этажные здания, где очень большое количество квартир. Также важно заметить, что, допустим, на сегодняшний момент, если делаем выводы из этого закона, то будет пользоваться спросом именно виллы, потому что здесь нет необходимости получать от всех собственников. Здесь, по сути, если ты согласен, я получу эту лицензию. Инна, расскажите еще, чтобы просто я понимал, то есть у вас есть примеры небольших бутиковых комплексов, которые такой лицензии не имели, но в итоге получили ее. Да, то есть они ее получили. И они уже были введены в строй, и, собственно, ну, люди там просто продолжают... Да, то есть это разрешение, оно вообще получается на этапе формирования ТАПУ. ТАПУ – это свидетельство о праве собственности. Конечно, сейчас новые, да, постройки, новые объекты, которые на стадии строительства, им легче это разрешение получить, поскольку им не нужно от всех собственников получать это разрешение. На формирование ТАПУ они как раз помечают себе в документе, что мы хотим пользоваться, чтобы наш объект подходил для краткосрочной аренды. Соответственно, со временем будет больше выпускаться новых объектов уже с этим разрешением. Те объекты, которые построены, и которые, ну, как бы тогда это не требовалось, никто не знал, да, сейчас вот как снег на голову, и нужно получать это разрешение. Соответственно, для них это будет сложнее, потому что нужно получать стопроцентное согласие. Не называя, возможно, конкретные объекты, не про это сейчас говорим, вот те примеры объектов, которые уже, как я понял, есть объекты, которые были построены, не имели этой лицензии, но за счет небольшого числа жильцов и, ну, грамотная работа с этими жильцами управляющей компанией, результат был достигнут. Эти объекты, по вашему примеру, это где? Это Бодрум, это еще побережье, или это Стамбул? Преимущественно, это Анталия, Аланья, потому что там пользуются больше короткосрочной аренды, да, там больше проектов подались на вот это получение лицензии. И, безусловно, в Бодруме это проще достигнуть, и там большое количество объектов, которые подходят под краткосрочную аренду, мы также об этом поговорим и рассмотрим, объекты такие. И в Стамбуле, безусловно. В Стамбуле, между прочим, важно отметить, что такое разрешение, оно всегда требовалось. И когда, например, клиент приходит с запросом под стратегию сдачи в краткосрочную аренду, мы всегда уточняем у застройщиков, есть ли у вас данное разрешение. Да, оно не требовалось там вот в такой концепции достаточно жестко, что там обязательно должно быть слово-слово прописано в ТАПУ, как сейчас требуется. Но это разрешение они все получали обычно, если какая-то концепция отеля-апартов, да, сервисные апартаменты. Поэтому у большинства застройщиков, проектов на самом деле есть. Просто они ТАПУ сейчас переименовали на необходимую там формулировку, которая сейчас требуется с введением нового закона. Поэтому в Стамбуле большое количество таких объектов. Да, многие сейчас, кто не имел, подают. Кто-то в процессе, кто-то уже получил. Но практика небольшая, поэтому все необходимо уточнять всегда. Хорошо. А вот тогда вот вопрос как раз, ну, Анастасия задала, вот одна из наших зрительниц. А как вообще понять, есть ли в уставе ЖК такая возможность? И, ну, хорошо, как мне действовать? То есть я прихожу, и если я, например, покупаю на стадии котлована, что мне нужно запросить, и насколько, в общем, легко эту информацию получить, может быть, даже не обращаясь куда-то, а в каких-то открытых источниках. Есть вот такая лицензия или нет? Конечно, надо запрашивать лицензию. Они должны предоставлять каждый объект, каждый застройщик. Если мы говорим про управляющую компанию, то управляющая компания также должна иметь определенную лицензию категории А. Обычно, да, наши инвесторы, они не занимаются самостоятельно сдачей краткосрочной, там, мобилировкой, заселением, выселением. Все это перекладывается, как правило, на управляющую компанию. И управляющая компания должна иметь специальную лицензию. И также обычно запрашивают собственники, чтобы быть уверенным, да, в том, что их управляющая компания, с которой они будут сотрудничать, действительно является и уполномоченно это делать. Поэтому здесь важно проверять лицензию как управляющей компании, так и от застройщика требовать это разрешение, которое вот они там недавно получили, либо на этапе формирования ТАПУ изначально указали. И в ТАПУ также будет прописано, что этот объект недвижимости имеет возможность сдаваться на краткосрок. Правильно ли я понимаю? Но вот в любом случае объект туристический, ну такой изначально построенный с какими-то там туристическими амбициями, на стадии строительства, в общем, это разрешение получает без особых проблем. И это, ну как бы, даже согласие жильцов, как таковых, не надо, что жильцов еще нет. Все верно, да. В комплексах с отельной инфраструктурой, где в плане управления комплексом уже указана деятельность по краткосрочной аренде, получать дополнительную лицензию не требуется. Окей. Вот тогда вопрос, наверное, в продолжении этого. Ну, наверное, Инна, тоже вам. Какова процедура уведомления в Турции о том, что девелопер сдал жилье в эксплуатацию и куда, с каким документом нужно идти и нужен ли присяжный переводчик? Такое, наверное, сможете прокомментировать? Да, когда объект сдается в эксплуатацию, застройщик подает на процедуру и разрешение ввода в эксплуатацию, это называется искан, соответственно, получает технический паспорт, проверяется, что объект полностью готов, всем соответствует нормам безопасности и уже выдается необходимое в ТАПУ, в документе, если, допустим, инвестор, который приобрел на стадии строительства недвижимость, у многих застройщиков уже есть готовая ТАПУ на конкретную квартиру, но в пометке там написано в ТАПУ, что проект еще там на турецком языке, но это означает то, что проект еще на стадии строительства не введен в эксплуатацию. Как только застройщик получает разрешение на ввод в эксплуатацию, переоформляется ТАПУ на новое, где будет указано, что объект уже готов, сдан и функционирует. Соответственно, это подает застройщик и уведомляет о том, что объект сдал жилье, сданную в эксплуатацию. Обычно все это можно проверить на местных, так называемых, госуслугах, это называется платформой Диблет. У многих, кто владеет ВНЖ в Турции, есть доступ к этому государственному сайту, там также можно давать соответственно уведомления, все заявления и проверять статус документов. Ксения, у меня к вам на самом деле такой вопрос, может быть даже он чуть шире, чем по Турции, если мы говорим, но в первую очередь Турция. Вот на ваш взгляд, инвесторы не профессиональные, а те, кто, знаете, купил квартиру и я что-то с нее зарабатывал, даже, может быть, всерьез не считая это инвестиций. По вашему ощущению, насколько вот все вот эти турецкие фокусы с начала года реально таких людей отпугнули? И вот, что бы вы им посоветовали? Смотреть на другие страны? Или все-таки, может быть, каким-то образом, ну, с учетом того, что просто рынок аренды в Турции сейчас естественным образом сильно сожмется, а если сжимается рынок, то цена-то может быть и поинтереснее для собственников. Как действовать, на ваш взгляд? Филипп, смотрите, на самом деле, из нашей практики инвесторы чаще покупали в Стамбуле, потому что это регион, который не волатилен, нет сезонной волатильности, да, когда в курортные времена, в курортные сезоны, все как раз посуточная аренда пользуются высоким спросом, и все пытаются спекулировать на вот этих историях. Стамбул стабилен, потому что там большой локальный спрос. 90% покупателей недвижимости – это местные турки, все стекаются из регионов, из маленьких городов в крупнейший мегаполис, приезжают учиться, приезжают работать, рождаются дети, женятся, разводятся и так далее, то есть там есть постоянная динамика локального спроса. И инвесторы, которые рассматривают Турцию, чаще всего заходят в Стамбул. И если это идет не капитализация, то есть не стройка, а готовая недвижимость, то чаще всего безопасная стратегия инвестиционной, консервативной – это долгосрочная аренда. Она все еще окей, в зависимости от того, какой у вас риск-профиль, на какую доходность вы ориентируетесь, сколько времени держать, в Стамбуле всегда безопасно, можно зайти там в спальный район, квартиру, на которую всегда будет спрос локальный, какой-нибудь там в семейной локации, в Тенбурну и так далее. Мы тоже сегодня посмотрим объекты. Либо, наоборот, взять башню в деловом центре, где всегда спрос со стороны экспатов, к примеру. И здесь какие-то сопоставимые доходности, в принципе, с рынком, с пометкой на волатильность лиры здесь присутствуют. То есть вот здесь такие моменты, и надо уже смотреть под клиента. Конечно, долгосрочная аренда, она все равно приносит, ну, 4-5 процентов, вот так, если смотреть реалистично. Но, по сути, это много где-то, да, то есть, ну, понятно, может быть, Дубай приносит побольше, чуть-чуть, Европа чуть-чуть поменьше, да. То есть вот здесь какие-то такие свои нюансы. Если у нас инвестор делает паспорт, то здесь, по сути, ему важно ликвидность инвестиций обеспечить, то есть выйти через, через три года можно выйти из инвестиций в Турцию, без налога через пять, да, грубо говоря, потому что через три года будет налог на прирост капитала, если недвижимость прирастет. Через пять лет без налога. Соответственно, для инвесторов под паспорт нам важно просто вложиться так, чтобы он вышел, окей. Ну, и желательно там с учетом инфляции как-то это все перекрыть. Чаще всего инвесторы заходят в строящиеся объекты, да, потому что здесь есть потенциал капитализации. Здесь, как на любом рынке, учитывая, что Стамбул большой мегаполис, мы можем смотреть какие-то потенциально растущие локации, да, то есть, например, в прошлом году открылся крупнейший финансовый центр на зяткой стороне, в районе, где вообще особо никто не инвестировал из наших клиентов, и тут сразу же появился новый потенциал. То есть, ну, на какие-то такие моменты. Все, что касается краткосрочной аренды, мне кажется, это больше даже было не среди нашей целевой аудитории вопроса. То есть, да, понятно, она больше на вот рынке Анталии-Алании, кто под ВНЖ что-то себе покупал, и кто вот на готовую недвижимость, вторичку, и вот играл на этом в спекулирующем спросе. Окей, я все-таки давайте тогда сделаем, во-первых, я попрошу в чате контакты компании Soland указать, что мы сразу-сразу не сделали. А второй вопрос, все-таки у меня вот продолжение опять, и уже, может быть, завершая и чисто инвестиционную тему. Вот вы сказали, сдача в долгосрок. Мы и в телеграм-канале нашем очень часто слышим, ну, понятное дело, что тема такая хайповая, да, и отношение к туркам, как к партнерам далеко не у всех такое легкое и простое. То есть долгосрочная, сдача в долгосрочную аренду это с большой вероятностью сдача ну, гражданам Туцы. Ну, или экспатам, почему? Ну, окей, вот. Это один из моментов. И второй момент такой. А ты их потом и не выгонишь. Вот это, ну, понятное дело, что так вот, в таких тональностях говорят люди, которые никогда в жизни ничего сдавать не будут, ничего никогда не сдавали. Но, тем не менее, вот долгосрочная... Мы знаем эту историю, да, с удовольствием прокомментируем. На самом деле, когда есть регулятор, защищающий ориентаторы, это тоже признак здорового общества, да, как говорится. Это и в Европе много, где существует, и, естественно, в Турции. Это решается легко тем, что вы подписываете договор о так называемой evacuation letter перед заключением долгосрочного контракта, по которому у вас... вы можете только... у вас не автоматически будет продлеваться арендный договор, а вам нужно будет его переписать. И, соответственно, с учетом того, что сильно была волатильность лиры, здесь индексировались контракты просто с какой-то космической скоростью. И мы сами с этим столкнулись. Просто X2 было, ну вот, без особых церемоний, поднимали аренду. И, в принципе, это было логично, если мы по отношению к доллару считали, то там индексация не такая была существенная. По отношению к лире, конечно, она существенная. Поэтому здесь, понятно, есть юридические инструменты, которые позволяют многих последствий лишиться. И, в принципе, при покупке недвижимости, особенно если покупка на вторичном рынке, тоже нужно эти моменты учитывать. У нас тоже были кейсы, когда покупали квартиру на стыке изменений, то есть все было на бегу, там нужно было, чтобы уже была оценка готова и так далее. И квартира была с арендатором. Вот наш клиент покупал. И мы потом с этим арендатором возились. Его как раз надо было выселять и так далее. То есть мы понимаем, какие могут быть последствия, если что-то не подписано. И, в принципе, что нужно сделать, чтобы предостеречь себя от негативных историй. То есть, давайте так, долгосрочная аренда, если в трех словах говорить, почему бы и нет? Вы так это себе видите? Да, я даже могу сказать, прошу прощения, на собственном примере здесь арендую квартиру на долгосрочную аренду. И на самом деле даже вот спустя там год сейчас больше это регулируется и ужесточается в отношении предоставления документов. Здесь, допустим, собственник требует предъявить гарантора, который будет, если там случай, если ты не платишь, не выходишь на связь, то связываются с этим доверительным лицом от тебя, который при заключении также подписания необходимого документа, когда арендуешь квартиру, обязан предоставить документы своей компании, что он платежеспособный, что он отвечает за тебя, что он тебя знает. То есть есть ряд уже тоже дополнительных мер, которые предприняны и к, так сказать, к защите арендатора и арендодателя. Окей. Ну и тогда еще один вопрос, уже немножко переходной, он вечный. Я сейчас назову несколько официальных цифр, а вы мне скажете ваши ощущения, ну и на вашей, может быть, в большей степени по Стамбулу, Ксения, в целом по рынку. Цены в Турции. Я думаю, что подавляющее большинство покупателей не очень интересует цены в лирах. Потому что была инфляция в прошлом году, по-моему, цены в Турции в лирах в прошлом году выросли что-то на 71%, за год до этого еще на 160%. Ну, дай им Бог здоровья, это как раз не наш вопрос. То есть я откладываю туда, скорее всего, уже не лиры свои. Вот что сейчас реально происходит? Можно ли сказать, что последние законы и последние ужесточения для иностранцев некоторым образом подсократили, то есть нет того роста, потому что он и в долларах, и в евро тоже был даже за прошлый год. Опять же говорят, что, например, в Стамбуле цены, да, растут, но, опять же, средняя температура по больнице, они растут ниже инфляции. А поскольку темпы инфляции, они более-менее коррелируют с темпами роста, вернее, падения лиры относительно доллара и евро, доллара и евро тоже, конечно, инфляции подвержены, но в значительно меньшей степени, то получается, что в долларах и евро, например, цены в Стамбуле за год уже, может быть, даже и снизились. Вот как вы это видите и как к этому надо относиться? Какая ситуация сейчас? Ну, рынок действительно корректировался на протяжении последних шести месяцев, и цены сейчас, наверное, самое такое верное время приобретать недвижимость. На самом деле, в 2022 году был такой бум и всплеск, да, по понятным всем причинам, почему приобретали недвижимость. Также важно заметить, что одной из первых причин это был спрос среди местного локального населения. Многие турки покупали недвижимость в 2022 году, потому что ключевая ставка упала с 20% до 9%. Соответственно, дешевые денежные средства, да, они стали доступны разным слоям населения, и многие начали покупать недвижимость в ипотеку. И если мы, допустим, так представим график с 2016 года, да, рынка недвижимости по текущий момент и уберем вот этот ненатуральный, можно сказать, неестественный, ну, как бы рост в связи с яркими событиями, да, 2022 года, то мы увидим растущую тенденцию рынка недвижимости. Да, сейчас цены действительно, они чуть скорректировались уже. Мы не говорим про уникальные проекты, где они единственные, там, в своем роде, в своей локации. Там цены не упали, они продолжают расти, да, постепенно, может, темпы чуть сбавились, там, сравнение, опять же, таки, с 2022 годом, но, тем не менее, сейчас растущая тенденция. Это не только мы видим, да, многие аналитики, также по статистике, и в 2022 году это был, так сказать, ненатуральный рост, во-первых, весенние события 2022 года, да, многие граждане Российской Федерации, Украины, Турция была объявлена, объявлена дружественной страной, поэтому многие переезжали со своими капиталами, их нужно было где-то припарковывать, покупали под эмиграционную программу, далее вторая волна осенью 2022 года также повлияла, ну, и спрос среди местного населения, безусловно. Поэтому на текущий момент мы видим, во-первых, что растет спрос и среди иностранных граждан, не только из России, а также и среди местного населения, да, ипотечные продукты стали более, как бы, наверное, менее интересны, потому что ключевая ставка сейчас выросла, но сейчас обсуждается ряд мер, которые будут предприняты, во-первых, в Турции по отношению даже к ключевой ставке, она будет снижаться, и это также дополнительное преимущество, что рынок начнет снова расти. Также важно, наверное, в разрезе, да, аналитики отметить, что внутренний спрос очень развит в Турции, и он составляет большую долю рынка, более 90%. Сейчас это почти 98%, хотя было 95%, еще там, в 22-м году, по-моему. Да, да, действительно, очень развит локальный местный спрос, и многие турки покупают недвижимость, и в курортной части, в мегаполисе, и после землетрясения многие переезжали, да, там, продавали свою недвижимость в более таких опасных регионах, переезжали в Стамбул, и в другие, поэтому мы всегда говорим нашим инвесторам, ориентируйтесь тоже на следующий шаг, кому вы будете продавать недвижимость, да, как вы будете выходить из актива, и в Турции в целом ответ очевиден, поэтому это тоже дополнительное преимущество для нас как инвесторов. Во-первых, мы застрахованы от политической, да, там, внешней обстановки. Многие говорят, вот, закроется миграционная программа, кто же будет в Турции покупать, здесь развит локальный спрос, даже если закроется программа, всегда будет свой покупатель. Это преимущество, безусловно, Турция, и здесь у вас будет свой покупатель, свой арендатор, поэтому это тоже плюс. Окей, давайте теперь про инвестиционную историю поговорили, давайте поговорим про второй риск, который, как бы, ну, и вторые изменения, да, то есть, про программу гражданства, про то, что сейчас происходит с ней, и про то, как на спрос, думаю, понятно, как повлияло, вот, эти последние изменения, и ужесточения, связанные с ВНЖ, да, то есть, когда, с одной стороны, порог входа подняли, причем, насколько я понимаю, по слухам, чуть ли не для всех подняли, то есть, как бы, где-то, где-то и кто-то может, и по старым правилам, получить. Галл, ваш вопрос видели, мы еще обязательно зададим, и очень ближе уже к концу, вебинара про программу гражданства, давайте несколько слов, что и как. Да, по закону программы, гражданство можно получить на основании покупки недвижимости, и на основании, открою, где-то же был у нас, вот он, да, да, и на основании, соответственно, банковского депозита, банковская депозит, опция, менее, популярна, да, поэтому мы сегодня обсуждаем именно инвестиции в недвижимость, как ведет себя рынок, какие предложения на рынке, стоит ли покупать, продавать, то есть, это все, конечно, мы анализируем, здесь находимся, и видим, как рынок движется. Значит, по опции инвестиции в недвижимость, минимальный порог входа составляет 400 тысяч долларов, важно понимать, что эта стоимость, она должна быть запрошена по кадастровой, оценочной стоимости, поэтому, здесь, да, многие, наверное, знают, читали, что в курортной части зачастую кадастровая стоимость занижена, да, в сравнении с вашей покупной ценой, поэтому на это надо обращать внимание, и в Стамбуле чаще всего рыночная покупная цена равна оценочной стоимости, поэтому, если мы рассматриваем покупку под гражданство, под минимальный порог входа, то это мы рекомендуем в Стамбуле, потому что в курортной части зачастую надо увеличивать бюджет даже вдвое, то и в трое раз, покупка... Что касается... Ой, да, прости, пожалуйста. Да, Филипп, что касается вашего вопроса с изменениями правил по виду нажительства, это, наверное, касается того, что многие районы были исключены от возможности, да, подаваться на вид нажительства, но это касается ВНЖ туристического, то есть тот ВНЖ, который является одним из шагов к получению гражданства, он этим ограничением... эти ограничения его не касаются, то есть для гражданства нам важна только оценочная стоимость, то есть там будет три документа, которые клиент получает, это ТАПУ чаще всего, и два отчета, оценочный отчет и отчет о соответствии, соответственно, цена должна превышать минимальный порог входа, и в этой части тоже было много достаточно турбулентности за последние пару лет, то просто связано с задержками с какими-то, да, в этих вопросах, и потом менялась немножко процедурная история, соответственно, мы понимали, что критерии оценки у Турции поменялись, и это влияло на ту цену, которую клиент мог рассчитывать получить в оценку в этом отчете, соответственно, если особенно клиент когда брал на пороге минимального входа, то есть там 450, там до 500, мы понимали, что это большой риск того, чтобы мы были непредсказуемы, какая будет в итоге получена оценка, соответственно, сможем ли мы дальше с этим объектом подаваться на граждан. Окей, ну вот, а история с повышением порога входа там с 75 до 200, ну то есть, я просто, ну и не планею, я не планировал, да и, к сожалению, может быть, такими деньгами не располагаю, но разница между двумя остами и четырьмя остами с моей точки зрения, при том, что в одном случае ты получаешь такое просто право на нахождение в стране, глобально не более того, а в другом случае ты действительно получаешь принципиально иной статус. В каком смысле это сейчас кому-то может быть интересно вот ВНЖ за 200+, но объективно, ваше ощущение? Кому, для чего? Не, на самом деле это достаточно большим спросом также пользуется, потому что среди наших даже знакомых много кто переехал в Турцию в свое время, если даже не полностью, то частично, и уже когда есть какая-то привязка к стране, возможность не думать о том, как продлевать свой туристический, рабочий или другого на других основаниях полученного ВНЖ, просто себе что-то купить, что-то за 200 тысяч в принципе у многих есть стереотип, что Турция очень дешевая, что там все по 50 тысяч долларов. На самом деле, как и все в мире недвижимости, она дорожает и за 200 тысяч можно вполне пользоваться спросом, чтобы купить что-то себе вот для жизни в каком-то в определенных локациях, либо опять-таки сдавать в аренду и соответственно решить свои вопросы. с миграционным статусом в стране. Да, это не долгосрочная история с паспортом, но для нахождения, для возможности там какой-то возможно бизнес вести, может быть, для детей, для семьи, это до сих пор пользуется преимуществом. Не могу сказать, что это наша главная специализация в Турции, но даже у нас есть такие кейсы, вот именно тоже. Да, также хочу добавить, что если, конечно, необходимо, если там вы переезжаете здесь, лебилизоваться, как Ксения правильно сказала, что есть трудности с получением туристического ВНЖ, но для тех, кто переезжает, получив на основании свидетельства о право собственности здесь вид на жительство, да, он все равно здесь живет, он здесь проводит большее количество времени, открывает банковский счет, дети там, в школу, в сад ходят и так далее, то через 5 лет по данному типу ВНЖ возможно перейти на гражданство, вот, то есть по натурализации многие этот путь выбирают, то есть, например, туристический ВНЖ, он никак не конвертируется в более сильный станок ВНЖ или гражданство, поэтому, конечно, кто приезжает, рассматривает этот вариант. Ну и давайте в двух словах буквально от текущей ситуации по гражданству и уже будем говорить об объектах и регионах. Что сейчас, какие изменения, какие трудности, на что надо обращать внимание, вот, ну, история вот с кадастром, она, как я понимаю, не совсем уж так по щелчку решается и так далее. В первую очередь надо, да, конечно, ориентироваться и проверять документы на недвижимость. Это ваш основной критерий, который позволит вам получить гражданство и в соответствии всех документов оценочной стоимости объекта это самая важная в процедуре. Соответственно, на первом этапе важно определиться с правильным объектом недвижимости. С 4 марта было действительно ужесточение по выдаче оценки, да, по процессу получения этого оценочного репорта, отчета. Соответственно, здесь очень большое количество объектов можно сказать, такие, стали не подходить под оформление гражданства и нужно на это обращать внимание. Если вам говорят, да, 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 все это, завтра мы вам оценку пришлем, все за 400 купили в оценке 400 и будет, то здесь нужно подключать юристы в любом случае проверять до объекта, даже до вашей оплаты. Многие, например, с ужесточением и введением этого правила застройщики идут навстречу и они предоставляют, подают на оценку и мы получаем оценку до момента, когда еще не произвели полностью оплату, то есть несли просто депозит, ждем оценку, если оценка подходит, как обещал застройщик, соответственно, далее клиент уже оплачивает полностью объект недвижимости. Но есть объекты, которые гарантированно подходят под гражданство, если мы хотим без сюрпризов, если мы хотим быть уверенным, что я оформлю паспорт, не тратя там время на ожидание, незамедлительно подается заявка на гражданство по купленной недвижимости, здесь стоит выбирать государственных застройщиков, потому что им, можно сказать, не требуется оценка, за 400 тысяч вы купили объект, 400 тысяч у вас и будет в кадастре указано. Смотрите, мы хотелось бы объекты, безусловно, посмотреть и про регионы сказать, а при этом у нас есть три довольно длинных вопроса, давайте поступим так, я сейчас вот эти вопросы три задам, хорошо, а потом мы уже перейдем и к локациям, и к объектам, то есть я просто зачитаю, потому что может быть не всем зрителям хорошо видно, значит тут Галла в продолжении того вопроса, что она уже задавала, если не получилась окончательная топу, хотя застройщик давно оформил искан, куда идти разбираться, с какими документами и нужен ли переводчик? Да, Галина, я думаю, что такой индивидуальный вопрос, я буду рада ответить и взять больше деталей, индивидуально, можете оставить заявку, мы с вами свяжемся и уже контакт просто ваш с подключением и поддержки мы можем посоветовать. С какого момента идет отсчет три года, когда можно продать инвестиционную недвижимость, не теряя гражданство? Есть разная информация с момента покупки, с момента обременения и так далее? С момента получения топу, свидетельства о праве собственности. Окей. Какие действия можно предпринять, если вложился в инвестиционный объект на стадии строительства и видишь, что стойка заморожена? На стадии скелета никакие строительные работы не ведутся. В контракте момент не прописан, но можно ли, то есть если ты понимаешь, что вроде сроки не соблюдены и они уже явно не будут соблюдены, что стройка не стоит, что делать в такой ситуации? Если я правильно понял, Ирина, ваш вопрос. Да, если мы говорим про заморозку по стройке, во-первых, всегда в договоре прописаны штрафные санкции пении, которые выплачивает застройщик. И здесь зачастую у всех застройщиков после шести месяцев задержки они начинают выплачивать здесь штрафные санкции. Но, конечно, если быть реалистичным, любые инвестиции это риск, и если мы входим в стройку, то здесь тоже нужно этот фактор учитывать. У нас нет волшебной палочки начать строительство или еще что-то, поэтому здесь нужно понимать, либо вы готовы с небольшими потерянными расторгать договор, выходить из инвестиций, перекладывать, не теряя время, либо же ждать. Ну, обычно, когда такие ситуации происходят, нужно смотреть на надежность застройщика. Если этот застройщик не крупный, не реализовал другие проекты, уже которых мы можем отследить, посмотреть и проанализировать, то здесь я бы, честно, не теряла время, нужно подключать юридическую помощь и пытаться либо расторгать договор, либо, соответственно, через суд уже решать этот вопрос. Окей. Ну что ж, мы в самом начале я рассказал, что обсуждать мы будем сегодня, если о конкретных объектах говорить, в первую очередь Стамбул и Бодру. Давайте мы поступим так, когда вы сейчас будете говорить про конкретные объекты, про конкретные примеры, мы от частного поговорим немножко и об общем. Хорошо? Как это, что собой представляет этот регион, на что обращать внимание, какие за и против здесь есть, и я включу тогда презентацию. Вот она у нас есть, это, если я правильно понимаю, у нас вот прям вот, 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 вот. Проект, верно, с финансовым центром Стамбула. Кому же нужно за 390, если плюс еще 10 тысяч и уже паспорт? Да, здесь просто минимальная стоимость объекта указана, то есть здесь можно, если там вы хотите приобрести недвижимость два объекта, допустим, что также допустимо под паспортную программу, вот, то можно купить на, там, диверсифицировать свои активы и вложить там в один объект за 250 тысяч и во второй, там, за 150, допустим, да, вот, то есть это тоже имеет место для паспорта. Здесь просто начальная стартовая цена написана об объекте, вот, есть, конечно, предложения подходящие под гражданство за 410-400, то есть максимально в бюджете паспортной программы. Здесь преимущество этого объекта, что он государственного застройщика, то есть это гарантированная гарантия того, что вы получите гражданство и соответствующую оценку. Проект предлагает несколько фаз, вы можете, кстати, в этом проекте выбрать и готовую фазу, да, сразу получать доходность, там, сдавать на долгосрочную аренду, либо же, допустим, взять на стадии строительства, что прирастет в цене, потому что финансовый центр, еще, как точка притяжения микроэйтой локации, мы говорим, он еще до конца не введен в эксплуатацию, то есть часть уже функционирует, финансовый центр, но полностью комплект, финансовый центр будет завершен в 25-м году, поэтому есть еще потенциал прироста к стоимости. Все-таки, ну, забегая, наверное, вперед, мы больше сейчас будем говорить, и вы чаще сейчас предлагаете все-таки новостройки или вторичка тоже, а просто презентации больше новостроек? В зависимости от стратегии, да, то есть если мы хотим получать сразу пассивный системный доход, то выбираем, конечно, готово. Если мы готовы заходить в стройку, мы, конечно, смотрим на такие моменты, как точки притяжения, микроанализ сделаем, что будет являться потенциалом для роста, здесь удорожание земли, соответственно, зависит все от стратегии. Мы работаем как и с первичным фондом и на стадии строительства, так и с готовым, так же и со вторичной недвижимостью, и здесь тоже преимущество паспортной программы, что нас никак не ограничивают, мы можем выбрать любой тип недвижимости, от коммерции до земельного участка, также и по локации, да, Стамбул или там Водрум. Но на самом деле у нас есть даже и в презентации немножко по вторичной недвижимости, важно понимать, какая у нас задача, и если задача, есть всегда в наших вопросах есть всегда две цели, это иммиграционная и инвестиционная, да, цели, и по иммиграционной цели с вторичной недвижимостью есть много но, то есть даже не много но, есть больше факторов, которые следует проанализировать, где могут храниться дополнительные риски, это помимо, то есть здесь требуется изучить всю историю перехода права собственности, чтобы исключить риски отказа в иммиграционном статусе, да, потому что если уже на эту квартиру, если эта квартира уже участвовала в иммиграционной программе, второй раз нельзя получить, и то же самое история с оценкой, потому что многие любят и занизить стоимость и так далее, и может по вашему вторичному объекту иммиграционной истории не собраться, но зато она вам будет более выгодна для инвестиционной, например, задачи. Я вот хотел бы уточнить, просто интерес ради, если у вас есть конкретная информация по этому комплексу, вы сказали, что здесь можно купить и уже построенное, и то, что только строится, начинает, да? Да, да, да. Какая разница в цене между примерно одинаковым объектом, уже готовым, и который только начинает строиться? Разница примерно в 20%, то есть если мы подадим бюджет на стадии строительства, мы можем взять апартаменты больше площадью за эту сумму, то на готовом объекте мы просто чуть поменьше площадью возьмем. И еще разница. Вы сказали, что это новый финансовый центр Стамбула, это просто один из самых таких вип-районов или таких вариантов в Стамбуле, таких районов, которые бы вы рекомендовали сколько, 3, 5, 7, я имею в виду, ну, понятно, можно Стамбул грубо раз, давайте как раз карту откроем, у нас здесь предыдущий слайд, потому что Стамбул в два раза больше, чем Москва, и там сориентироваться бывает сложно, но мы поможем, подскажем. Да, большое количество районов, и, конечно, если мы смотрим в разрезе инвестиций, то мы определяем точки притяжения, что будет прогнозировать нам рост цен в этой локации, и финансовый центр, он на самом деле достаточно удаленно там расположен, это под четвертым номером, это локация Убрань. Это, наверное, по центру, справа, маленькая карта, кто не очень видит, это примерно по центру, если мы смотрим по горизонту, по вертекали. Да, то есть в изиатской части Стамбула находится район примерно 30 минут до туристических улиц, Мода, Кадыкёй, кто был, наверное, знает про эти туристические районы, вот, то есть не так прям далеко, но чуть удаленно, соответственно, там недвижимость еще не достигнута пика, и район на самом деле развивается, и одной точкой притяжения служит как раз финансовый центр, и мы прогнозируем, что для инвестиций, именно даже для стратегии капитализации, очень неплохой вариант, тем более от застройщика государственного, здесь не будет никаких у нас проблем с документацией и ценкой. Окей, давайте перейдем вот тогда к другому объекту, новому развивающемуся району. Да, этот район Гоктюрк, он расположен поблизости к новому аэропорту, буквально в 15-20 минутах, это проект на стадии строительства, он также является от государственного застройщика, соответственно, гарантированно подходит под паспортную программу. Здесь преимущество в том, что район развивается, ранее район Гоктюрк был закрыт для иностранных покупателей, только турки могли там приобретать и буквально полтора года назад он открыл возможность для покупки. Соответственно, многие застройщики начали заходить и государственные в том числе строить масштабные, действительно, такие впечатляющие проекты, которые предлагают интересные, на самом деле, объекты. Здесь в этой локации можно купить и больше планировкой, то есть цена за квадратный метр будет ниже у вас, допустим, чем даже в первом объекте, потому что район только развивается, здесь еще стоимость не достигнута пика, но при этом этот район развивается, там есть, мы часто туда ездим в летний период, там очень красивый, красивый гольф-клуб, расположенный как раз в северной части Стамбула, там гольф-поля, там проходят международные турниры, ну то есть в Стамбуле прям такого вы, наверное, не видели. если вы приедете, обязательно съездите в Кемер-клаб, вы просто ощутите эту локацию, там очень много зелени, такая загородная, приватная, как многие называют местной рублевкой, то есть есть тоже определенная точка притяжения. Да, при этом это недостаточно отдаленный район, то есть он хоть недалеко от аэропорта, но все равно это не является пригородом, то есть там дальше еще есть другие локации, и при этом это действительно таким достаточно элитным считается районом, и в европейской части, то есть в принципе от того же Бешикташа Бамонти достаточно близко расположен. Окей. Смотрим дальше, давайте тоже крайний вопрос про этот проект. Ну то есть на самом деле, знаете, что хотелось бы просто в двух словах, потому что я понимаю, что проектов довольно много, и вы здесь показали, того, что у вас есть. Вопрос в чем? На что обращать внимание? Один район, второй, третий. В данном случае условная доходность в таких объектах будет везде примерно одинаковая, или есть какие-то еще но, то есть один более такой, ну не знаю, востребованный, другой менее востребованный, или так сказать, эти проекты, пожалуй, нельзя, они все более-менее одинаковые. Зависит ли тоже от стратегии, от вашей, если мы рассматриваем новостройку, то здесь мы смотрим доходность от капитализации, и соответственно, здесь мы привязаны к следующим факторам, это срок завершения строительства, и то, насколько цена уже, насколько цена начальная, либо она уже поднималась несколько раз, и соответственно, на каком этапе вы будете выходить из этих инвестиций, то есть когда мы будем фиксировать доходность, какие будут, случатся ли какие-то факторы, которые поднимут среднерыночную цену в этой локации, в этом конкретном доме. Поэтому из тех трех проектов, которые мы посмотрели, у них у всех разная примерно история по капитализации потенциальной и срокам этой капитализации, потому что мы можем понимать, что через пять лет примерно все подрастет, по рынку, грубо говоря, если мы подразумеваем, что рынок будет расти, а есть, допустим, когда начнет полностью функционировать финансовый центр, а это огромная локация, то есть мы, когда впервые приехали, он как будто там, вот Москва-Сити, мы понимаем, там сколько-то важней, там мы как будто его масштабировали, в таком формате даже непривычно было увидеть в каком-то спальном районе Стамбула. Я помню, мы ехали, как будто мы уже едем полчаса по одядкой части, уже ощущение, что все, город закончился, и там как будто что-то новое выросло. И, соответственно, мы понимаем, что поскольку в эти локации большое количество компаний перенесли штаб-квартиры, там будет находиться дефицит жилья, и будет открываться больше ритейла, он будет становиться все более модным. Соответственно, вот такие факторы, они будут поднимать и арендную цену, и цену на выход. И, соответственно, мы также анализируя потенциальную цену выхода, мы должны понимать, с кем мы конкурируем, сколько комплексов рядом, и он один такой стоит, или там их 2-3, или их 20 открылось, да, это тоже влияет все на финальную цену. Поэтому основная история, нам нужно понять, какой риск профиль у клиента, и когда он готов выходить. Он говорит, я через 3 года прям выйду, и мне важно там не сильно потерять, там, ну вот так. Либо он говорит, я хочу максимально вообще заработать, давайте искать максимально низкий вход на сегодняшний день в тех районах, где есть еще факторы прироста, и вот я 5 лет подержу, тогда мы ему что-то другое порекомендуем. Окей, хорошо, если идем дальше, вот я тут увидел сразу, это вот интересно, проект с лицензией на сдачу краткосрочную аренду, это еще, а это тоже Стамбул, кстати, еще, да? Да, это Стамбул, да. А Стамбул, краткосрочная аренда, ну как бы там Стамбул все-таки, хотя понятно, что туристы тоже приезжают, так сказать, но интересно, то есть они вот уже все заранее получили, все документы уже есть, и порог входа 260, да? Да, при этом у них есть своя управляющая компания от застройщика, которая владеет как раз-таки категорией А определенной лицензией, и то есть здесь прям комбо, и объект сам имеет разрешение на посуточную сдачу по принципу Airbnb, и, соответственно, управляющая компания также будет заниматься. Вот, по системе Рентал Пул, то есть будет распределяться на всех собственников, участвующих в управлении и сдаче своей квартиры в аренду пропорционально доходность, в зависимости от того, как отработал проект, да, сколько заселил, выселил и так далее, вот, то будет рассчитываться уже на всех собственников. Проект еще находится на стадии строительства, то есть здесь мы можем даже не исключать, что будет небольшой прирост при позитивном сценарии рынка недвижимости. В целом, очень достойный объект, можно диверсифицировать активы, вложить в два объекта и подать всем на гражданство. 260, это 1 плюс 1, какая площадь хотя бы примерная, чтобы можно было понять? Порядка, жилая площадь порядка где-то 40 квадратных метров. А, то есть это такой прям дорогой Стамбул, скажем прямо. то есть как бы, ну, здесь хорошая локация, он находится в европейской части, в центральном районе Кайтани, на границе с Левентом. Это популярные, центральные районы, которые граничат с элитными, Бешиктас, Шишли, локациями, поэтому, конечно, формирует цену также, безусловно, локация. В таком проекте сдача в аренду, это вопрос управляющей компании, в первую, то есть там она есть и при желании ты можешь решать, ну, если говорить там и рентал пункт, то есть как бы вся, назовем это так, доходная инфраструктура развита, то есть как бы там схема, как ты будешь получать свой доход, она более-менее понятна, или здесь все равно есть какие-то неизвестные? Да, но в любом случае конечные там договоры по управлению мы получим уже, когда объект будет сдан в эксплуатацию, вот, то есть на самом деле застройщик уже реализовывал подобные объекты, они неплохо сдаются, все зависит от локации, от самой инфраструктуры внутри комплекса, вот, поэтому здесь уже мы тоже не будем там лукавить или говорить что-то наперед, когда будет договор по управлению, мы сможем уже ответить конкретно на вопросы там инвесторов, кто интересуется вот такой стратегией. Окей, теперь переходим, если я правильно понимаю, к Бодруму, ну, что такое Бодрум, я думаю, там особо объяснять не надо, мы специально даже в вебинаре написали, что это самая европейская часть, что здесь, то есть здесь дорого-богато, да? Давайте так сказать. Здесь элитная недвижимость преимущественно, у каждого турка должна быть дача в Бодруме, у богатого турка, поэтому Бодрум, да, европейзированный такой кусочек Турции, очень развитый с точки зрения туризма, очень много сосредоточено известных отелей, брендов, ресторанов, и Бодрум набирает популярность. Последние два года многие, да, столкнулись с сложностями там поездки в Европу, допустим, и меняли свой юг привычной Франции на Бодрум, потому что, на самом деле, сервис и природа не хуже там, чем, допустим, в каких-то других курортных европейских курортах. Соответственно, Бодрум пользуется спросом, да, и если мы говорим в рамках именно Бодрума, курортной такой недвижимости, то здесь все-таки в основном приобретается недвижимость для себя, для собственного проживания, лайфстайл, для того, чтобы отправить семью летом, климат очень благоприятный в летний период, то здесь в основном покупают для себя. Ну, давайте смотреть проекты, потому что это такая впечатляющая история. Мы тоже, кстати, заметили среди портретов наших клиентов, что те, кто традиционно брал Испанию, Францию, Италию, может быть, даже начали ощущать на себе давление всех ограничений и даже не столько по срокам пребывания, там, ну, еще окей, там у кого-то есть и шенгены, и там, возможно, ВНЖ, но в целом любая финансовая логистика, она непредсказуемая, то есть много но. А Бодру, получается, это абсолютно привычный такой лайфстайл, даже не просто Европа, а такой богатой части Европы в плане яхт, пич-клубов, всех брендовых ресторанов, все Зума, Богательчик, Пряни и так далее, все вот это присутствует, бренды полностью, Шанель, Эрмес, все в таком ключе, что не во всех европейских курортах можно найти. При этом это все достаточно компактно сосредоточено и потрясающая природа, не палящее такое солнце, а вот как раз симбиоз теплого моря, там все эти деревья, зелень, все очень красиво, поэтому это, конечно, предсказало успех этой локации растущий спрос. Ну, давайте смотреть конкретные варианты, вот уже сразу понятно масштаб цен и так далее, но в двух словах про все эти проекты расскажите, пожалуйста. Да, этот проект мы выделяем вообще как уникальный, потому что расположен в популярной локации Вакова, кто бывал бодрыми, вот как раз Ксения про локацию рассказывала про Марину, где сосредоточены все рестораны и будики известные, люксовые. Этот проект расположен в непосредственной близости, при этом он располагается на первой линии, там буквально 200 метров и ваша береговая линия полностью собственная, поэтому этот проект относительно цены и качества и локации безусловно предлагает очень доступные резиденции. В сравнении с другими соседними объектами, которые также там есть в продажу, цена, честно скажу, в два, то и в три раза выше. Поэтому здесь мы предлагаем вариант резиденции от 670 тысяч долларов, первая линия, есть инфраструктура, открытый бассейн, мы сами бывали в этом проекте, он уже готовый, там есть еще несколько вариантов от застройщика, они сразу не выпускали в продажу все фазы, то есть, да, они удерживали, чтобы немножечко цена выросла и на ключах уже как объект готов, они запустили в продажу несколько еще объектов, поэтому сток ограничен, если интересно, мы готовы поделиться планировками, там очень симпатично, мы были сами в апартаментах, также они предлагают мебельный пакет, то есть, здесь полностью под ключ можно вот заехать уже и жить. Окей, смотрим следующий вариант, тоже сданный, бунгало. Да, мы вот как раз в том году очень большое время провели в Бодруме именно в этой локации, Гюмешлюк, там тоже арендовали виллу, каждый кусочек мы объездили этого района, там невероятные на самом деле пляжи, чуть дешевле, чем будет, да, мы по стоимости тоже видим, чем Елаковак, здесь локация, она соседняя с Елаковак, но при этом она такая более с местным флером, там есть такие ресторанчики рыбные, да, вот, бодрумские. Ой, я не пообедал сегодня, зачем на рыбные рестораны? Да, соответственно, здесь цена за квадратный метр чуть ниже, чем Елаковаки, но при этом здесь вы можете купить за 450 тысяч евро виллу отдельно стоящую пользоваться, также есть инфраструктура проекта, этот проект в целом от этого застройщика он предлагает несколько фаз, есть готовые, есть на стадии строительства, есть отдельно стоящие виллы, есть резиденции, и у этих всех трех фаз своя пляжная зона, да, собственный пляж, и преимущество этой локации мы в том году выделили, что здесь ровный ландшафт, то есть до любого объекта инфраструктуры, там аптека, магазин, супермаркет и так далее можно дойти пешком, не нужно там в гору подниматься либо спускаться, вот, поэтому, да, очень интересный объект и цена-качество, конечно, соответствует тоже. Окей, вторая картинка наверняка есть, да, окей, ну и я так понимаю третий и под, ой, тоже совсем хорошо, премиальный комплекс вилл, 3 миллиона 200 тысяч, но это, видимо, не за все виллы, а за одну только, да? Вообще, Филипп, для этой локации, конечно, характерно высокий бюджет, и то, что мы видели, 450, 650, таких объектов очень мало, тем более, чтобы они находились вот не в той локации, которая рядом с аэропортом, она так считается достаточно удаленной от основных точек притяжения инфраструктурных, а вот, можно сказать, в гуще событий, проектов недорогих мало, их надо прямо искать, если кто-то заинтересован, то до начала сезона можно успеть что-то приобрести, и чаще в Бодруме как раз предлагаются дорогие, роскошные объекты, виллы в скалах, то есть вот такой тяжелый люкс, Инна, расскажи нам, давай про этот объект расскажем. Да, если мы в целом берем полуостров Бодрум, то самые элитные премиальные локации находятся на севере, как раз таки этот объект расположен в локации Елкёй, ну там невероятная красота, обязательно стоит съездить, там есть и рестораны, и бич-клабы, которые вы можете просто, да, там на один день приехать, посмотреть, ощутить на себе эту локацию, земля ограничена в постройке новой, это первая линия, при этом там всё в таких сосновых оливковых деревьях, там очень много зелени, там чувствуется вот эта вот приватность, роскошь, и в этом объекте есть уже и внатолы, есть ещё и строящиеся, при этом данная вилла, они под известным брендом, мы готовы тоже индивидуально поделиться, рассказать на индивидуальных консультациях, вот здесь ещё есть небольшой сток, но это вот прям премиум локация, которая пользуется и для сдачи в аренду, и для собственного проживания, это ощущается сразу, как только вы приезжаете в эту локацию, и, соответственно, непосредственно находясь на этом объекте, тоже видно, какое качество, как застройщик построил, да, там, какая отделка, какой мебельный пакет предлагается, невероятные виды, собственные, инфинити бассейны, ну, то есть, уровень очень высокий. Да, при этом это, конечно, может звучать там супер дорого в сравнении с объектами за 400 тысяч долларов, но если мы возьмём аналогично по уровню жилья, там, тот же Юг Франции, или там, не дай бог, что-то ещё более дорогое в Европе, это может вполне доходить до 6-15 миллионов евро, евро, и при этом здесь локация совершенно сопоставимая, тяжёлый люкс, прям очень хороший, максимально известные рестораны, это известный отельный бренд, полное управление, и инфраструктурно близко до, там, там есть больница, Аджбаден рядом, крупнейшая турецкая, и прочие точки, которые могут быть важны в плане инфраструктуры, поэтому всё относительно, и нужно понимать там, что такого плана запроса тоже в Бодруме можем показать, проработать, и выбрать, порекомендовать. Ну что ж, я ещё раз покажу тогда вот эти картинки, и буквально давайте тогда уже повторички, что это такое, тут скорее, с чем вы работаете, что важно знать при покупку, вы, Ксения, рассказали, просто что это, откуда, вот как это всё берётся, несколько слов буквально про вашу деятельность, именно связанную со вторичной недвижимостью. Мы работаем и обрабатываем запросы на вторичном рынке, действительно требуется большее погружение, особенно если недвижимость покупается под иммиграционную программу, здесь, во-первых, по времени оформления гражданства и получению необходимых документов будет увеличен срок до получения, и, конечно, важно обращать внимание на документы на недвижимость. Здесь обязательно работа должна быть с юристом, мы тоже всегда подключаемся, проверяем до подписания договора, смотрим вообще, можем ли мы смотреть на эту недвижимость, подходит ли она или нет. В основном вторичную недвижимость выбирают для себя, кто уже получил гражданство либо планирует переезд, то есть это какая-то дополнительная либо покупка, либо что-то купить для брата, для ребенка второго, еще что-то. Мы работаем, смотрим под запрос, здесь важно учитывать, что если, допустим, клиент приходит и говорит, я рассматриваю вторичную недвижимость, такие у меня критерии, такой-то район, но я приеду через 4 месяца смотреть, то рынок очень динамичный, и в этом нет смысла. Поэтому мы обычно вот знаем дату, под эту дату мы выбираем, отправляем предварительно объекты недвижимости, составляем дорожную карту, договариваемся со строщиками, с собственниками, в Турции тоже коммуникация не всегда простая, поэтому это тоже важно. Есть приезд. Да, это требует времени, поэтому мы обычно уже под запрос и под поездку клиента делаем подборку. И еще один момент я тогда хотел бы уточнить, я правильно понимаю, вы сказали, что у вас в Турции есть офис, то есть в Турции к вам можно приехать прям вот-вот-вот. Ну, как мы приехать, говорили неделю назад, точно так же это работает и здесь. Да, конечно, мы в Стамбуле базируемся, вот как раз Инна в офисе сейчас находится, но, кстати, тоже, поскольку в Турции достаточно комфортная логистика, мы весь прошлый год, я не знаю, сколько раз уже сбились за счет, у нас, мне кажется, каждую неделю по несколько человек летали вот какие-то курортные локации, но чаще всего мы работали исторически больше с Бодрумом, чем с Анталией-Аланией, поэтому чаще девочки были в Бодруме, но понятно, что клиент, когда летит и хочет смотреть недвижимость, тем более в Бодруме, там нужно ездить, быть за рулем, либо с водителем, то мы, конечно, сопровождаем и в других локациях. Ну, так в Стамбуле, естественно, также все покажем. Окей. Ну, что ж, дорогие друзья, Ксения Грищенко, Инна Батомина, компания Soland. Я прошу в чате еще раз опубликовать контакты наших экспертов. Мне кажется, мы раскрыли некоторые вопросы, я просто некоторые вопросы не стал зачитывать, например, мы говорим сегодня о Турции, а не о Северном Кипре, поэтому я про Северный Кипр спрашивать не стал сейчас наших уважаемых экспертов. Спасибо вам, мне кажется, было интересно, полезно, и я так понимаю, что вопросы еще есть, безусловно, частные, пожалуйста, вы можете задавать их безусловно и в частном порядке. Спасибо вам огромное, отчет и об этом вебинаре, и о информации о компании Soland вы также можете найти на Приант. Ну, а кто не успел, допустим, к началу нашего видео, мы в ближайшие дни, даже часы, его уже выложим на YouTube, и вы сможете его посмотреть в полном объеме. Презентация у экспертов тоже есть, думаю, что по запросу они с удовольствием вам ее вышлют. Спасибо большое, Филипп, спасибо всем зрителям, остаемся на связи. Ксения Гречнева, Ксения Батонина, компания Soland. Спасибо вам огромное и до встречи. Всего доброго.